У вас, дорогие мои друзья, хочу записать вам такой быстрый, на несколько минут, репортаж с моего огорода, потому что видео мои очень поздно выходят, и вам кажется, что у нас ничего еще не спеет. Нет, у нас спеет. Кто-то советовал мне листья обрезать нижние. Да, я их обрезала. Сначала я режу половину листа, а потом я уже весь срезаю, так что у нас помидорчики уже спеют. Вот, посмотрите, сегодня у нас 17 июля, очень жарко, вот такие уже грозди, помидор начинают спеть. Вот они, смотрите, красавцы. Почему-то со стороны стены они быстрее краснеют. Смотрите, уже можно салат делать, уже много. Так, я сейчас покажу вам, как называется этот сорт. Вот эти помидоры называются томата селебрейт. Вот они. Это вот эти вот. Они также ранние, и мне нравится, что они более-таки устойчивые. Смотрите, сколько их там. Устойчивых ко всяким болезням. Вот они, видите, спеют. Они такие большие для салатов. Еще второй сорт я очень люблю. Это называется ранняя девочка. Вот это Эрл Герл называется. Вот они, смотрите. Помните, вот эти вот кусты селебрейт я сажала раньше, а потом начались холода, и я уже не стала сажать. И потом я посадила вот эти вот Эрл Герл. Смотрите, как они уже вымахали. Они уже стали выше этих. Вот, и начинают уже постепенно поспевать. Вот также этот сорт на другой грядке Эрл Герл. Смотрите, какие красавцы висят на одной ветре. Сколько их. Смотрите, какой интересный получился. Так, вот они у нас помидоры. Здесь пока еще не спеют, но понятное дело, потому что мы их поздно сажали. Кстати, вот уже постепенно начинают тоже вот эти вот помидорчики, которые мне давали. Смотрите, какие красавчики, какие-то оранжевые. Тоже начинают спеть. Вот они тоже какие-то интересные. И вот такие у меня огромные тоже помидоры висят. Конечно же, придем к нашим огурцам. Вчера я не собирала огурцы. Посмотрите, какие большие сегодня у них получились. Но мы ели их на завтрак. Они совершенно не переспевшие. Кстати, очень классный сорт. Спасибо сестричкам, которые мне дали такие семена. Очень вкусные, сладкие. Сегодня прям ели без соли, без ничего. Очень вкусно. Сейчас будут собирать, потому что их там много. На закрутке, наверное, вряд ли такие уже будут большие. У нас банки не такие большие, как в Союзе. У нас были трехлитровые. Здесь максимум, наверное, литр восемьсот. Вот так вот. Вот видите, надо срывать. Сейчас я их оборву все. Вот этот хороший для закрутки. Я там немножко накапливаю. В пакет складываю, в холодильнике держу. Накоплю, а потом понемногу закрываю. Я не делаю закрутки большими партиями, потому что, ну, во-первых, нет уже большой партии. Вот так вот понемногу коплю. Смотрите, перцы. Мы уже собирали перцы. Мы уже варили суп с них. Фаршированный перец нужно будет еще собрать. Смотрите, сколько их много. Вон те вообще уже переспели. Даже уже пожелтели. Вот они, красавчики наши. Так, баклажаны. Смотрите, какие они. Их так много. Жалко сейчас отсвечивает. И мало что. Ой, смотрите, на одном кусту надо подвязать его. Сколько баклажан висит. Смотрите, как их много, баклажанчиков. Вот они, красавчики наши. Сколько баклажан. Так, огородик с цветами, клумбочка. Так, у нас там пляжные дела. Жара, видите? Жара. Надо бы сейчас здесь полить. Немножко уже вянуть. Вот что и плохо, что жара, она очень плоха для нашего огорода. Друзья, смотрите, какая красота висит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ой, тут вообще не считать. А кустик такой еще молоденький. Кстати, надо его подвязать. Смотрите, как направить надо. Это будут двумя руками делать, потому что опасно. Вот еще, смотрите, красавчики. Сейчас оборву все, все, что найду. И, может быть, закрою пару баночек. Так, огород тоже живой в этих горшках. Терпимо, терпимо. Вот баклажанчики есть тут уже. Так, перчики. Некоторые спрашивают, как называется перцы, которые я покупаю. Вот джипси, смотрите. Как на картинке показаны, так и на его. Смотрите, сколько перцев. Вот, листья закрывают, много прикрывают. Много очень перцев. И все-таки, как украшают огород и клумбы вот эти вот цинии. Наконец-то я запомнила, как их называть. Сейчас полю, потому что здесь уже вон плачевные, плачевное состояние. Так что, друзья, вот так вот выглядит наш супер-огород. Но скажу, что очень, очень жарко. И, конечно, кто знает, что такое жара, то он понимает, что очень тяжело огороду быть вообще в таком, ну, прекрасном состоянии. Да, нужно поливать постоянно. Но я скажу, что при такой жаре, все-таки наш огород, слава богу, хорошо, очень даже хорошо выглядит. И есть урожай. Так, вот собрала урожай. Перцев там больше. Нужно собирать, но очень жарко. У меня уже просто нету сил собирать. Очень жарко сильно. Это далеко не первый урожай, который мы собираем. Вот, поэтому, друзья, поделилась с вами вот такими вот нашими огородными новостями. Повторю, что сегодня у нас 17 июля. На самом деле очень жарко. И то сегодня немножко есть ветерок. И так вот немножко такая, есть такая немножко облачность. Ну, все. До новых встреч. В новых влогах или в старых влогах, которые уже у меня смонтированы, но будут выходить немного позже. Себя вам не показываю, потому что на огороде немножко поработала. И такой вид у меня сейчас огородный, не очень пригожий. Жарко, жарко цветочком, очень жарко цветочком. Но ничего. Сейчас я их снова полью. Так, что вам еще показать? Работы много, видите, нужно это все оборвать. Вот эти вот штучки уже сухие. Их много. Да, сейчас оборву аккуратненько. Ой, к сожалению, видите, вот эти вот все-таки более устойчивы к солнцу. Они выжили, а эти что-то не прижились. Надо будет здесь теперь все переделать. Эту вот ценю. Надо не знать теперь, как ее отсюда вынуть. Она очень огромная стала. Да, жара она свое дело делает. Здесь тоже так же. Еле-еле. Сейчас попробую полить, хотя здесь так внутри влажненько. Но вот эти вот, да, они такие более устойчивы. Поэтому они мне и нравятся больше. Но в начале года они меня как-то подвели. Плохо росли. А так они очень устойчивы к нашей жаре. Поэтому не все цветы мы можем здесь посадить. Видите, не всем нравится жара. Хотя у нас здесь, вот видите, солнце до обеда. А после обеда уже наступает тень. Но все же им тяжело обедом цветочкам. Красота, ничего не скажешь. Петунии один день забыли полить. Они вот, короче, подсохли сильно. Надо будет сейчас тоже почистить. Тяжело им, конечно, тяжело. Ничего не скажешь. Так, ломба на заднем плане. Тоже становится красивой. Ну все, пока-пока. Показала вам такой маленький репортаж на несколько минут. Потому что не знаю, когда наши видео выйдут с нашим огородом. Но у нас уже здесь в полном бульном цветении. Жара солнца. Изнуряющий вид. Вот эти вот, видите, Анютины глазки. Скоро им придет уже конец. Работы много. Да, Дерек? И детки еще добавляют работы, да, сыночка? Да. Ну, а зачем маме работы добавлять? Там надо все красиво сложить. Полотенце уже сложить. Коробки уже надо выкинуть. И убрать их, и выкинуть уже. Распаковочки там делали. Жарко, Дерек? Угу. Огурчик хочешь? Наелся с утра? Да. Ну, тут такая красота меня встречает. Надолинечка, ты красивый лимончик маленький? Угу. На улице такая страшная. Жара вам не передать. Я такая красная. Я вышла просто собрать огурцы. Не намазалась ни кремом, ничего не ожидала. Но потом меня разнесло и пошла по жаре. Оббивать все сухие листья, ветки. Ой, короче, сижу, сейчас горю. Это июля. Жара страшная. Стоит на улице. Смотрите, что случилось с моим огородом. Вау. На глазах прям. У меня обычно... Собирайте, детки. Собирайте огурчики. У меня обычно муж, когда дома, занимается экстраполивом. А это я вообще не ожидала, что за полдня вот так вот завянут огурцы. Посмотрите. Посмотрите сюда. Смотрите, перцы. Это все от жары. Вчера вечером все поливала, все заливала. Смотрите, цветы. Вау. Просто видите, да, как все повяло. Смотрите. Ну, Гаш, как-то еще окей. Ладно, понятное дело. Но как вот вот здесь. Детки, много огурчиков? Да. Теперь видно огурчики. Листья все обмякли. И видно огурцы.